Пять лет прошло с момента осуществления данного проекта, который назывался «Стратегическая оценка политики программы услуг в области непланируемой беременности, абортов и контрацепции». Во время проведения этого проекта были найдены очень интересные находки и разработаны соответствующие рекомендации, выполнение которых предполагало улучшение ситуации по обсуждаемой теме. Основными стратегическими вопросами были два – каким образом можно снизить потребность населения в искусственных абортах и каким образом можно улучшить качество оказания медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности и обеспечить профилактику непланируемой беременности. Исследовательская команда состояла из специалистов разных специальностей. Это были не только медики, это были социальные работники, это были психологи, представители вузов, представители различных общественных организаций. Всего команда включала 25 человек, которые разделились на три группы и провели обследование в Свердловской, Ивановской и Московской областях. Именно эти области были выбраны, потому что они составляли примерно среднее количество абортов на исследуемых территориях по отношению к России в целом, а также имели сходные характеристики по социально-экономическим показателям. Данные опубликованы. Я, к сожалению, сейчас не имею возможности рассказать вам о всех тех находках, которые мы сделали, но кому будет интересно, есть две публикации, вы можете их поднять, они достаточно подробны, я думаю, что это действительно будет вам интересно. Ну а основные рекомендации, которые мы сделали на основании рекомендаций респондентов, с которыми мы общались, это вот эти основные пять, это создание необходимой законодательной базы по репродуктивным правам граждан России, это пересмотр нормативной документации, которая позволяет достаточно широко использовать контрацепцию и, собственно, процедуру прерывания беременности современными щадящими технологиями, улучшение системы подготовки специалистов, потому что на тот момент, пять лет назад, она практически отсутствовала, улучшение информированности и доступности прерывания беременности для населения, как по вопросам репродуктивного выбора, так и планированной семьи, повышение качества и безопасности прерывания беременности путем повсеместного внедрения современных технологий. Собственно, за прошедшие пять лет результаты были достигнуты немало. Казалось бы, такой сложный процесс, как изменение законодательства, тем не менее, действительно был принят новый федеральный закон в 2011 году об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в котором прописан целый ряд положений по репродуктивному выбору. Государство сохраняет за женщиной право на самостоятельное решение о материнстве. В то же время предоставляет врачу право решать, может он это делать или нет по соображениям совести, ну и целый ряд других соображений. Приказ Министерства здравоохранения от 2012 года, 572 Н, и хотя там действительно содержится целый ряд положений, которые можно было бы улучшить, тем не менее, это является действительно очень важным шагом вперед и в приложении номер один, раздел 9, который содержит информацию о порядке выполнения процедуры прерывания нежелательной беременности, а также прерывания беременности в поздних сроках, которыми мы в настоящий момент пользуемся и это улучшило ситуацию в клинической практике. Далее еще один очень важный документ, это клинические рекомендации о кушерстве и гинекологии. Этот год уже четвертое издание, переработанное под редакцией Владимира Николаевича Серова, Геннадия Тихоновича Сухих, где подробно описаны технологии, которыми мы можем пользоваться. Технология 2009 года, она уже устарела и согласно вот этому новому закону 323-му, медицинские технологии утратили свою силу и я считаю, что нужно пользоваться теперь вот этими рекомендациями. Была проведена стандартизация преподавания и контроля знаний врачей, акушеров, гинекологов в системе последипломного образования. Практически все институты и кафедры последипломного образования, факультеты последипломного образования ввели в свои программы в соответствующие разделы. По поводу, правда, информированности и доступности я поставила здесь целых три вопроса. К сожалению, пока что в данном направлении, скорее всего, идет обратный процесс, нежели позитивный. Но таковая уж политика по поводу этого вопроса. Качество оказания медицинской помощи в настоящее время я бы хотела обратить внимание именно на этот раздел. По рекомендациям данного проекта необходима замена устаревших потенциально опасных методов прерывания беременности на современный рекомендованный ВОЗ. В Свердловской области, в городе Екатеринбурге, в настоящее время стартовал второй этап этого проекта как раз по внедрению современных технологий, в частности, в оконной аспирации. Именно в той технологии, которая предусмотрена рекомендациями ВОЗ. На сегодняшний день, к сожалению, процесс этот очень медленный. Мы уже неоднократно говорили о том, что преступно малое количество медикаментозных абортов выполняется сегодня в Российской Федерации. И, к сожалению, в первом триместре пока что лидирует дилетация, критаж от которого необходимо отказаться. Она как лидировала пять лет назад, так лидирует и сейчас. На небольшое количество процентов всего уменьшилась данная процедура. При этом отмечается довольно большой разброс показателей по медикаментозному аборту. Если мы посмотрим 2012 год, статистические данные, то максимальное количество медикаментозных абортов было выполнено в Санкт-Петербурге. Это 30% в структуре всех методов. А самое минимальное 0,1% в Калининградской области. Вроде они недалеко друг от друга находятся. А Калининград вроде так самый западный регион. Но вот какие-то барьеры, видимо, организационного характера существуют. Москва. Просто удивительная ситуация. По-видимому, близость к плашным структурам и стремление как можно больше сократить количество абортов приводит и к сокращению медикаментозных абортов в том числе. Если в 2011 году это было 2,2%, то в 2012 всего 0,7%. Тенденция, конечно, не очень хорошая.